Сегодня понедельник, 13 июня, мы с Романом вышли погулять, мы ехали по красной ветке и решили выйти на гидропарке, потому что ни разу здесь не был, ну я не был, Роман может и был, мы вышли на гидропарке, и теперь просто идём по лесу, прогулочка у нас, по свежему воздуху, но вообще мы собирались ездить на лесной, я собирался на этот, second mate, second hand. О, черешенка, Роман запасливый, сладенькая черешенка, ммм, кто-то думал, что такой мысли, фантастика, Роман, и за рентой обмотать, вчера на даче насобирал, очень люблю. Да, парень. Роман решил пойти в какую-то глушь, зачем? Он гуляет, клещей будем собирать сейчас, пока не вижу. Как вот выживать, если у вас только один орех, и вы хотите очень сильно есть. Хорошо, ладно, сразу ближе к делу, как его есть? На самом деле, это всё очень легко, вы просто кладёте орех на твёрдую позицию. Вот, и разбиваете, пяточкой. Оп, собираем. И начинаем кушать. У нас есть орешек, ой, мы его разбираем. У Ромы есть черешня, сейчас черешня это... О, фу. Ну, черешня это проблема. Вот, орешки это очень вкусно. Ну, вот и всё. Так, я хочу сюда. Такой-то... Сейчас я только поднимусь. Это прикольные места какие-то. Дерево как-то разбило чуть-чуть, покромсало. Грибы растут какие-то непонятные. Роман в шортиках идёт, сквозь крапиву. Что там, есть что-то? И куда это мы вышли? Мы вышли к прибережью. О, тут пляжик есть, там. Вон там люди загорают. А карандаши точит. А там кто-то карандаши точит. Тут такое прикольное местечко нашёл. Только аккуратненько к нему подходим. Чтоб не завалиться. Вот она. Рашранный с ребристой подошвой. Тут привязан корабль. Хочешь фоточку, Роман? А? А она тебя не хочет. О, ещё одно дерево порезанное. Куда мы забрели? А тут тачка чьё-то. Открыл новую способность своей камеры. Она заряжает, когда снимает. Единственные плюсы. Мы вышли из трещоб. Трущевый позади. И теперь цивилизация. Вот. Цивилизация. Сядем сейчас на метрошку. Метрошку. И поедем на лесную. Мы сворачивали уже в сторону метро. Роман сказал, пошли на ту сторону. Но мы пошли на другую сторону от станции метро. И так. Репортаж вместо событий. Мы решили с Романом пробежаться по лесной дорожке. Мы бежим. С нами хвост. Бегут за нами люди. Мы бежим прямо. Мы пошли дальше. Зашли опять в лес. И бежим. По не очень узенькой дорожке. По одной плитке на одну ногу. Вот. Раз, два. Раз, два. Вот чёрт. Старый уже стал. Молодец. Твои ощущения? А вот прям чувствуется, руки на косям. Маму что-то прикольно сказать. Роман, что это было? Объясните свои поведения странные. Это свист. Свист кого? Кабана. Змея! 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 Ну смотри. Тут были люди. Это же понятно. Ух-ху! Ух-ху! Учак лезь. Ух, бобский зон. Идём мы нажимать по лесу. И видим тут слева такую прикольную халабуду. Из кустов. Просто офигенно. Он опять был мне на рынке. Пошёл. Ребят, это просто офигенное место. Когда ты с девушкой гуляешь, туда залазишь. И в самый ответственный момент, что ты находишь у себя клеща на голове. Мы бродили минут 30-40 по лесу этому. Нашли по самым узким трогам. И первый раз мы нашли людей. Мы не пришли до конца, ты не захотел бы учиться. Вот, это люди... О, ещё мужик какой-то нашёлся. Молодец. Мне радует то, что мы пришли хотя бы в цивилизацию. Это реально радует. Очень опасно. Клещи сейчас тем более вообще. Самый пик клещей атаки. Мужик вышел оттуда. Он туда не идёт. Вернёмся обратно оттуда. Может мужиков посидеть, откуда они пришли? Да вон люди ходят. А, вон люди ходят тоже. Всё нормально. Мы идём на выход. Наконец-то. Тут такая есть люстра небольшая. Нормальная такая. Считал, что там написано. Показалось Париж. А написано? Продаж. Ну, каратэ это самооборона. Каратэ это не нападение. Среди одного мужика по дороге, он сказал, что если как идти туда, на Левобережную, или туда, на Гидропарк, одинаково. Поэтому мы решили пойти на Левобережную, потому что мы ни разу не были. По пути мы нашли такую лодку. Ещё ходят на плаву. Видите, она почти ещё плывёт. Из леса выплыла оттуда. В принципе, можно нормально на ней плыть. Всё качественно сделано. Хорошая сборка. Французская. Ещё вот надписи Smelo. Катайся. Катайся Smelo. Вот, сзади есть хорошие для нырять, типа подниматься. Дверцы нормально работают. Паутина. Всё по нынешнему дизайну. Ну, короче, ребята, я вам продаю её по дешёвке. 300 долларов и одна ваша. 300 долларов, и эта детка будет гонять ещё 300 лет. Извините, а как нам пройти к Левобережной, туда? Да. Там можно пройти, да? Под мосток наверх. Спасибо. Что тебе потери стернули? Под мосток наверх идти. Какие-то отели. Под мосток. Это Буковель. Ого, тут шикарные номера. Без стерика, правда. 100 есть вон, с занавески. Что это, Раун? Бицепс Мэйк. Понятно. Я месяц отренировал. Вот. Мы сходили под этот мост, и направо, и налево. Как сказать? Так, под мосток, и направо, и налево. На право, вон там лестница. Всё нормально, идём. На чём Киев стоит? Смотри, он трясётся. А-а-а-а. Всё, я понял, мы тут гуляли. Мы тут гуляли. Всё, я понял, куда идти. Паровозики Чанингтон. Мы так не пройдём, пошли сюда. Паровозики Чанингтон. О, да. Ух. Мы вышли. Теперь надо перейти на другую сторону дороги, и пойдём на левобережную. В принципе, я знаю, где мы находимся. Так что можем идти нормально. Ковя. Тут не сильно шумит, как там. А, нет, шумит. Метрошка есть. Я тут таближу. Насос. И поставлю на повтор. Сейчас есть запаси. Фу, хорошо. Прошли к метро, ноги болят. Очень долго решаю, где сесть здесь. Там или тут. Решили тут. И в лесу какие-то ёжики присласались к моим шнуркам. Вам нету это? Ночью, да. И ты бы тут ещё ехал. Вейперством занимался. Ха-ха-ха. А, ху-ху-ху-ху-ху. А у нас изборную ли тут? Видеть, конечно. Вот тебе мой прическа новая. Сегодня постричься. Серьёзно? Да. Фигня. Я тебя обманул. Есть хочу. Гравчиком надо. Гравчиком надо. Гравчик. 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 Субтитры сделал DimaTorzok